Новый этап развития страны. Жители Алматинской области готовятся к проведению выборов президента Республики Казахстан. Население поддерживает политические процессы и считает, что проведение выборов даст нашему государству новый импульс для развития в экономическом, социальном и духовном плане. Тему продолжит наш корреспондент. Марат Абдулаев, председатель общественного объединения инвалидов Кабшига и Самха. Шесть лет назад мужчина открыл реабилитационный центр для особенных детей. Сегодня здесь ежедневно проходит реабилитацию около 20 подростков в возрасте до 18 лет. Как гражданин с активной гражданской позиции Марат Абдулаев отмечает, что поддерживает проведение выборов. И выражает надежду, что избранный глава государства уделит еще больше внимания людям с ограниченными возможностями. Президент – это человек, которому доверяет народ. Именно от нашего выбора зависит будущее нашего государства. А потому мы поддерживаем проведение выборов. Надеюсь, после выборов в нашей стране произойдут положительные изменения. Вы знаете, как все подорожало, и цены постоянно растут. Надеюсь, избранный президент увеличит размеры пенсий и пособий для социально уязвимых слоев населения, пенсионеров и людей с инвалидностью. Мы хотим жить полноценной жизнью, но даже лекарства сейчас стоят очень дорого. Надеюсь, нам будет уделено внимание. Председатель Кунаевского городского совета ветеранов Амангельды Керембеков считает, что избранный президент должен продвигать национальную идеологию. Аксакал более 40 лет посвятил преподавательской деятельности, поэтому он уверен, что самое важное в обществе – это правильное воспитание подрастающего поколения. Поддержка молодежи – это вклад в будущее, отмечает председатель совета ветеранов. Сейчас многие молодые люди показывают неуважение к старшему поколению. Я считаю, что необходимо уделять больше внимания воспитанию подрастающего поколения. Родители должны следить за тем, что смотрят и делают их дети. Это очень важно. Будущие поколения не должны терять национальную идентичность. Сохранение наших ценностей и традиций имеет особую важность на фоне происходящих событий в мире. Мы должны стать крепким государством с твердым стержнем в виде нашей молодежи. Мы хотим, чтобы избранный президент уделил внимание духовному воспитанию подрастающего поколения, объединил всех и повысил уровень духовного развития. Напомним, срок выдвижения кандидатов на президентские выборы закончен. На этот раз баллотировалось рекордное количество человек, а именно 12 кандидатов, выдвинутых различными объединениями.